Общественный проект «Культурное сердце России» объединяет самых разных людей. В эти выходные жители и гостей города ждали танцевальные мастер-классы, игра на барабанах, выступления творческих коллективов и музыкантов. Впервые в рамках проекта на сцене Самарская Федерация УШУ. Окунулись в мир Востока все пришедшие на Маяковский спуск. Непревзойденную технику владения холодным оружием показывают одни из самых младших учеников Самарской Федерации УШУ. Под непрекращающиеся аплодисменты выступили ребята повзрослее. Одним из самых главных украшений праздника стал знаменитый китайский танец с драконом. Самое главное УШУ – это полностью контролировать свои эмоции. Марина Ковальская случайно узнала, что представители пожилого возраста приглашают на занятия в Самарскую организацию УШУ. И вот уже полтора года она занимается восточным боевым искусством тайдзи. А только сейчас, благодаря проекту «Культурное сердце России» у нее и других участников появилась возможность показать свое мастерство. Для меня главное – прести равновесие в этой жизни. Потому что это равновесие, оно нужно во всех сферах жизни. И молодым, и пожилым. На Некрасовском спуске зрители могли насладиться музыкой разных направлений. Среди многочисленной публики и студенты летней школы Самарского университета. Из Испании, Мексики и Китая. Они с интересом наблюдают за выступлением артистов и музыкантов. На этом фестивале мне очень нравится, потому что я увидел Самару изнутри. Как выглядят люди. У них счастливые лица. Мне очень нравится атмосфера. У нас нет такого разнообразия музыки и нет так много вариантов проведения фестивалей, поэтому они редко проходят. По словам артистов, выступления на набережной реки Волга – это всегда что-то особенное. И приятно, что проект «Культурное сердце России» дал им такую возможность. Каждое выступление в Самаре – это всегда большое счастье. И это большое удовольствие петь на таком открытом воздухе перед нашей любимой Волгой. Проект «Культурное сердце России» продолжается. Каждый желающий может побывать на праздничных концертах и выступлениях, которые проходят на Некрасовском и Маяковском спуске. Никита Борисов, Максим Гусев. События.